Примерно мой доклад будет базироваться на том тексте, который в сборнике «Бишкек утопически» был опубликован. Но поскольку я здесь, можно, во-первых, задать вопросы, во-вторых, я на некоторых моментах остановлюсь подробнее, потому что они в тексте не были прописаны, поскольку текст был немножко про другие вещи. И вот эта стата, она к этой статье выставлена эпиграфом. Это стата из текста Эвальда Васильевича Ильенкова, известного советского философа. Его установка, Ильенковская, была, конечно, что просто 101%. И вот эта цитата, она, собственно говоря, ведет сразу к сути некоторой дискуссии, которая в таком обнаженном виде была актуальной в начале, в первой половине, скажем так, XX века. А сейчас она в таком виде как бы не обсуждается, это звучит довольно вульгарно. Но, тем не менее, она все равно присутствует просто в очень таком завуалированном и затушеванном варианте. В начале века она присутствовала совершенно откровенно, как бы это обсуждалось. И это был дискурс не только психологический или педагогический. Если вы помните какие-то кино, например, старые советские, или даже роман Илья Николаевича Толстого «Воскресенье», этот дискурс был довольно сильно распространен в судах, например, в российских нарождающихся судах присяжных, когда обсуждалось, если человек совершил преступление, то он ли в этом виноват. Или те ужасные условия жизни, которые его довели до этого преступления и так далее. То есть вот этот дискурс, который с одной стороны формулировался с точки зрения личной ответственности и каких-то внешних условий, он в таком крайнем выражении звучал на самом деле как противопоставление, грубо говоря, природы и среды. То есть вот человек, скажем, он преступник, или он злой, или он глупый, или он какой-то от природы, или потому что его жизнь так сложилась, вокруг него такая среда оказалась, что ему не удалось как-то развиться там должным образом. И надо сказать, что советская психологическая наука с самого начала была против природы, даже когда она в очень таких механистически-биологических терминах, скажем, там, в части... Ну, какое-то время очень сильно было влияние, например, теории Ивана Петровича Павлова об условных рефлексах в советской психологии. Но даже в этом случае это всё равно была теория об условных рефлексах, которые воспитываются, и как бы это прямое воздействие на самом деле. Среды, которые реорганизуют природу, они следуют. Ну, в каком-то смысле следуют, но на самом деле ведёт её впереди. И другой такой пункт, тоже такой популярный в то время, это был пункт о понятии развития. То есть вот человек развивается почему? Потому что в нём заложена какая-то там изначально какое-то стремление развиваться, или его надо развивать. То есть что там идёт сначала, природа и какое-то созревание, или, скажем, воспитание и образование, которое на это действует. И, собственно говоря, всё, что мы получили как результат в конце 50-х, в начале 60-х годов, как уже сформированный такой вполне сформированный технологический результат, как педагогическую технологию, корнями уходит в эти дискуссии, которые велись в 20-е и 30-е годы. И я хочу специально остановиться на одном пункте из этой дискуссии. Может быть, вы про неё слышали. Это такая знаменитая была дискуссия между Пиаже, Жаном Пиаже, великим швейцарским психологом, и вторым великим психологом советской стороны Львом Семёновичем Выгодским. И Жан Пиаже, как вы знаете, он был основателем так называемого клинического метода. То есть он пытался исследовать процессы развития ребёнка. Он был одним из первых, не самым первым, но в числе тех, кто начал эту позицию продвигать, среди тех психологов, которые стали говорить о том, что психология маленького ребёнка не есть уменьшенная психология взрослого. То есть до какого-то момента очень часто взрослые думали, что ребёнок это такой же взрослый, просто он в количественном отношении немножко не дотягивает. Его нужно подучить, подтренировать, и он будет такой, как взрослый. Пиаже входил в число тех авторов, которые говорили о том, что вопрос не в количественном различии, а в качественном различии. То есть у детей вообще мышление и восприятие, и отношение к действительности, оно организовано по-другому. И он попытался это продемонстрировать. Причём он попытался это продемонстрировать путём такого, как он говорил, клинического эксперимента. То есть он не то, чтобы он какую-то сугубо экспериментальную ситуацию создавал для ребёнка. Он либо проводил наблюдения, либо задавал такие вопросы, которые, в общем, для ребёнка не... Ну, эта ситуация, наверное, не выглядела экспериментальной, просто вот как какая-то задачка или там что-то такое. И он показал, что действительно у детей есть совершенно определённые особенности мышления. Он их назвал у детей дошкольников. Он показал, что как бы психика ребёнка, она претерпевает некоторые такие скачкообразные моменты в развитии. И примерно вот к психике взрослого, в том виде, в каком её, в общем-то, привыкли обсуждать, как количественная, как бы некоторая уменьшенная копия взрослого, она совсем уж приближается лет в 11-12, а более-менее как бы становится подобна лет в 6-7. Но психика вот дошкольника, она совершенно другая. И он эту... как бы основной такой чертой этой психологии этого человека, которого не исполнилось 6 или 7 лет, он её называл детским эгоцентризмом. И он провёл целый ряд экспериментов, про которые я сейчас не буду говорить и на них останавливаться, ну, скажем, как демонстрацию, почему он это называл эгоцентризмом. Скажем, он анализировал детские высказывания и довольно убедительно показывал, что ребёнок, который что-то вам говорит, он, в общем, говорит, не думая о том, понимаете вы его или нет. То есть само там построение фразы, подбор каких-то аргументов, он просто как бы выражает свою мысль, она для него понятна, и он автоматически считает, что все, кому он это высказал, должны понять, что он имел в виду. То есть он не в состоянии занять позицию слушателя до определённого момента и представить, что ему нужно сказать человеку, чтобы тот понял, что он имеет в виду. Вот это один такой момент эгоцентрической позиции. В плане восприятия он довольно-таки остроумные эксперименты проводил, рассаживал разные игрушки, вот ребёнок сидел там напротив, кукла сидела. Он говорил, ну вот нарисуй, что ты видишь. И ребёнок рисовал там определённую, в разных позициях, что он видел. А кукла что видит, спрашивает экспериментатор. И ребёнок рисует ровно то же самое. То есть он что видит, он то и видит, ему очень сложно себя поставить на место куклы. И двигаясь в рамках этой логики, результатами разных вот этих наблюдений и экспериментов, стала знаменитая книга Пиаже. Это действительно блестящая книга, замечательная, её стоит читать, я считаю, до сих пор, которая называлась «Речь и мышление в развитии ребёнка». И логика, в общем, рассуждения там вполне очевидна. Там ещё есть такой забавный момент, довольно длинное такое предисловие он написал, где он всё время говорит о том, что у него нет никаких предпосылок теоретических. Что он как бы шёл со своим клиническим наблюдением, вот у него просто чистый лист, он просто наблюдает, фиксирует и делает выводы. Но потом, когда Пиаже проанализировал все эти вещи, он тоже довольно убедительно показал, что предпосылки у него были. И в этой логике предпосылки были вполне понятны. И, в общем, я думаю, они соотносятся с тем, что большинство из нас думает про детей. Это как бы соотносится с нашими наблюдениями и выводами, которые отвечают здравому смыслу. То есть маленький ребёнок, он сосредоточен на себе, он говорить не умеет, в общем-то. А у него, как Пиаже говорит, он в таком аутичном находится состоянии, он заинтересован в своих ощущениях в основном, внешний мир его занимает мало. И прогресс детского развития от этого аутичного состояния до относительно взрослого, социализированного состояния, этот прогресс состоит из движения в сторону изнутри наружу. То есть вот ребёнок постепенно покидает вот этот внутренний свой мир, вот эту свою раковину как бы, и начинает контактировать с внешним миром и всё больше становится заинтересован во внешнем мире и в какой-то социализации. И одним из пунктов вот этих всех экспериментов есть такая глава в этой книге Пиаже, которая посвящена эгоцентрической речи. Если вы когда-нибудь наблюдали детей лет 3-5, то вы, наверное, знаете, что они постоянно вслух сами с собой говорят. И Пиаже провёл такие наблюдения в детском садике в швейцарском в течение достаточно долгого времени. Его ассистенты сидели и наблюдали за разными группами детей и фиксировали процент времени, скажем, которое дети тратят на то, чтобы произносить, как он говорил, эти публичные монологи. Это вот такая речь, она громкая, но на самом деле никому не адресованная. То есть вот ребёнок её говорит, но он не ожидает, что кто-то будет отвечать, там ещё, что просто вот говорит и говорит. По отношению, как бы, соотношение смотрелось вот этой речи, как я Пиаже назвал эгоцентрической речи, и речи социальной. То есть когда ребёнок реально к кому-то обращается, это понятная, очевидная коммуникация. То есть он ждёт ответа, сам отвечает, спрашивает и так далее. И Пиаже в этой же логике, в которой вся эта история разворачивается, он говорит, ну, конечно, как бы, вот он из-за утичной позиции, вот он научился говорить, он сначала разговаривает сам с собой, а потом он постепенно как бы социализируется, начинает говорить с другими людьми. И эта как бы эгоцентрическая речь, она отмирает. И вот его схема, грубо говоря, чтобы графически это видеть, она состоит в том, что вот такое происходит от аутизма. Изнутри, как бы, в сторону, давайте напишем, к социуму. И вот есть какой-то момент, вот этот, когда вот эта эгоцентрическая речь, она достигает пика своего развития. Где-то это там между тремя и пятью годами, скажем так, когда дети особенно активно сами с собой вот этот мамолог пикличный ведут. И, в общем, в этой концепции нет ничего такого преступного. Она выглядит очень логичной. И, собственно говоря, с чего бы ей было возражать. Но она, я думаю, как бы не отвечала некоторым предпосылкам и ожиданиям такого психолога-марксиста, скажем, как Выгодский. Это была неправильная схема. И в этом смысле он попытался с одной стороны перечитать и переинтерпретировать то, что там происходит. С другой стороны, он своих ассистентов попросил повторить этот эксперимент Пиаже. Но он к этой количественной фиксации эгоцентрической речи он добавил качественный компонент. То есть он их попросил записывать, не только ввести вот этот тайминг, но и записывать, в какой ситуации это происходит. Потому что, скажем, действительно, чем старше ребенок, тем реже это проявляется. Но вдруг в какой-то ситуации он начинает бурно опять это делать. В связи с чем? И вот эти записи, которые произвели ассистента Выгодского, они привели его к выводу, который на самом деле оказался прямо противоположным идее Пиаже. При этом Выгодский саму всю историю с эгоцентризмом никогда не оспаривал и не отрицал, что действительно у мышления ребенка есть свои особенности, эта позиция имеет место и так далее. Но момент как раз речи оказался принципиальным. И вот обсуждение судьбы эгоцентрической речи, оно сыграло ключевую роль вообще в развитии советской психологии. И когда стали анализировать качественный компонент вот этих монологов детских, выяснилось две вещи. Во-первых, дети маленькие, которые очень много говорят сами с собой, постоянно говорят сами с собой, что это за речь. Вот Вы сами, если наблюдали, как Вы думаете, про что это? Про что разговор? Может, поставили вопросы? Там есть вопросы, но это скорее выглядит, вот если Вы запишите, можете, даже если Вам интересно. Оно не смысленно какое-то. Нет, оно смысленно, вполне гонево. Причем там, чем младше ребенок, тем понятнее о чем речь. Как бы речь, потому что оно довольно подробное. То есть все, что он делает, он вслух обсуждает. Да, он говорит там, ой, возьму я тут синим. Вот тут синим покрашу, вот тут у меня солнце будет там. Я тут желтым, желтого нету, а я оранжевым покрашу или еще что-то. То есть он непрерывно, как бы, это такой аккомпанемент речевой к тому, что он делает. И это больше похоже на некоторую такую автоинструкцию, которую ребенок сам себе дает для того, для того, чтобы, ну, это, как бы, деятельность состоялась. Такое средство контроля, как бы. Ну, планирование в том числе, контроля. То есть он ищет, да, вопросы задает. А где у меня тут зеленый? А что тут у меня тут? Где клей, там, скажем, или... Ой, нету клея, ну, ладно, я так, там, с люднями. Вот. Постепенно это действительно, он, как бы, говорит все меньше, или он говорит какие-то там отдельные фразы, и тогда уже этот монолог уже не такой смысленный, даже там не очень понятно, чем он занят. Потом вдруг раз всплеск, он снова начинает, как бы, активно что-то говорить. И выясняется очень такая простая вещь. То есть дети постарше, у них вот это возобновляется, вот эта речь вслух, в тот момент, когда они сталкиваются с каким-то препятствием, их деятельность прерывается. То есть если они что-то делают, что они уже умеют делать, и оно идет по накатанной, и оно не требует вот этой, как бы, инструкции, они это делают молча, она им не нужна. Но как только, там, карандаш сломался или еще что-то такое, у них начинается всплеск этой речи, они сами себе начинают задавать вопросы, что-то там в поисках чего-то, или ему там бумаги, там места не хватает. Он говорит, ой, места не хватает. Куда я тут дом? Дом не поместился. Куда мне дом тут поместить? И он начинает сам собой это активно обсуждать. И выгодские совершенно, как бы, логично задаются вопросом, что если вот эти возгласы, как раз, особенно, чем старше ребенок, тем они ближе становятся по характеру, что они нам напоминают? Они, собственно говоря, напоминают нам самих себя, то есть вполне взрослых людей, которые тоже, да, начинают... Когда мы ведем себя ровно так же, особенно если нас никто не видит, когда мы не знаем, что делать, или когда мы там сомневаемся, что мы что-то сделаем там хорошо, когда нам нужно сосредоточиться, или когда у нас опять же там ломается карандаш, там, или кончается ручка, мы делаем ровно то же самое. Мы начинаем вслух говорить какие-то вещи. Вот. Иногда это какая-то, может быть, там, лексика нецензурная прорывается, то есть там какое-то эмоциональное... Но очень часто мы сами себе говорим, я сейчас себе возьму там то-то, не забыть бы мне там положить то-то или еще что-то, и... Или там, заварю-ка я себе чаек. Да, заварю-ка я себе чаек, чтобы согреться. Да, да, да. Вот, но как бы смысл вот этих... И на самом деле, если эту речь записать, если бы у нас была такая техническая возможность записать вот эти фразы, которые мы даже, может быть, не вслух, а про себя, сами себе говорим, то вид у этой речи был бы довольно шизофренический. И он бы мало чем отличался от монолога того ребенка, который сидит и сам с собой разговаривает, когда чем-то занят. И, собственно говоря, идея Выгодского была в том, что на самом деле во всем, что касается речи, процесс как раз идет совершенно как бы с противоположной стороны. Потому что вот эта вот инструкция, которую ребенок сам себе дает вслух, она на самом деле повторяет речь взрослого. То есть, во-первых, ребенок может научиться говорить, только если вокруг есть взрослые люди, которые умеют говорить, иначе это просто как бы вопрос не обсуждается, и вообще его будущее как человеческого существа становится под вопрос. То есть в определенном возрасте и не позже этот ребенок должен освоить речь. Это раз. Во-вторых, он ее осваивает в совершенно готовых некоторых таких форматах того взрослого контроля, который он имеет вокруг себя. Он эти инструкции, он их, ну, с одной стороны, он их, конечно, придумывает, но, в принципе, он повторяет то, что он привык слышать от воспитателей, от родителей, от других людей. То есть с точки зрения как бы Выгодского, на самом деле, изначально речь ребенка, она совершенно социальна. То есть маленький ребенок, который не умеет говорить, он сам с собой не разговаривает, никакого аутизма, он не демонстрирует никакой эгоцентрической речи у него нет. Он разговаривает только, когда ему что-то надо. Он обращается там к взрослым, он там что-то может требовать, он в какой-то момент понимает, что речь это инструмент вообще влияния, и так далее, он начинает им пользоваться. А еще в какой-то момент он обнаруживает, что это инструмент не только влияния на людей вокруг, но и на самого себя тоже. То есть он может сам себе давать какие-то там задания, инструкции, следовать. И что с ним происходит потом, задается вопросом Выгодский. То есть что, как бы, Пиажи говорит, вот она была, она сошла на нет, потому что ребенок стал социален, она умерла. Выгодский говорит, нет, ее не было, она возникла, потому что ребенок изначально это сугубо социальное существо, он как бы невозможен вне социальности. Она развивалась, потому что она развивалась как инструмент некоторого, как бы, некоторого такого перехода от наружного контроля и инструкций, которые мне давали взрослые, через те инструкции, которые я даю сам себе. И что с ней делается дальше? Выгодский говорит, она переходит во внутренний план. То есть она становится там, она превращается во внутреннюю речь. То есть фактически это то, что мы на самом деле, когда мы разговариваем сами с собой, мы, наверное, говорим про себя. И если мы и разговариваем, это очень странный тип речи. Он очень свернутый, он может состоять вообще из каких-то там полуслов и по фраз, и по чего-то, потому что вы не нуждаетесь в том, чтобы объяснять полностью. Вы самый такой удобный собеседник, который может быть, вы не требуете там дополнительных каких-то объяснений. Вы сами с собой разговариваете ровно, как этот ребёнок. И эта речь, она становится как бы таким фоном и, как сказать, таким механизмом организации внутреннего мира, рефлексии, контроля и так далее, который всегда под рукой. Ну, вот эта схема, как бы, вот этот процесс, который потом получил название интериоризации. Что значит интериоризация? Это когда какое-то действие, в данном случае речевое, оно сворачивается и переходит во внутренний план. Он был распространён и, как бы, с точки зрения школы Выгодского, признан универсальным для освоения любой деятельности. Собственно говоря, если Вы вспомните, как Вы осваивали какую-то деятельность, я студентам всегда привожу, например, письмо, например, это более-менее ещё люди помнят, это они в первом классе учиться писали, что Вы там делали. Была учительница, которая говорила, там, поставьте ручку, там, вот эту точку, проведите вот под таким углом, а потом сюда на середину клеточки вот так. И первоклассник любой, он ровно то же самое делает, он сам себе говорит, ставлю сюда, веду сюда, там, и так далее. Потом постепенно, как бы, он это перестаёт делать вслух, потом, как бы, через пару лет просто ребёнок пишет и пишет, ему уже там линейки не нужны и так далее. И вот этот инструктаж уже не нужен. А когда он возникает вновь? Если у нас с письмом какая-то возникает вещь, которая автоматизм этого процесса нарушает. Поскольку это действие автоматизировано и полностью интерьеризировано. И вот эта схема, она была перенесена на любой тип деятельности, как внешней, там, предметной какой-то деятельности, так и любой психической деятельности. То есть по этой схеме мы можем обсудить, там, как развивается мышление, как развивается память, как развиваются другие вещи. То есть, в принципе, как бы, если мы с этих позиций смотрим на процесс развития, процесс развития состоит в том, что в зависимости от того, какие я инструкции получаю снаружи, я присваиваю и усваиваю определенный тип действий, я могу, в общем-то, как потом ученики Выгодского это показали разнообразными способами, я могу сконструировать тот результат, который мне нужен. Я не буду останавливаться на каких популярных понятиях, который, поскольку Выгодский это единственный на Западе известный советский психолог, и там обсуждается, например, зона ближайшего развития, другие понятия. То есть зона ближайшего развития, это, собственно, та зона, где вот это конструирование возможно, где инструкция еще новая, но она уже может быть воспринята. И в итоге, как бы, через некоторое время возникает ряд некоторых таких педагогических технологий, из которых до уровня технологий доросла программа обучения, организация обучения в начальной школе советской. И это был предмет особой гордости советской школы, надо сказать. И я могу сослаться на тот факт, что вот в отличие от всех западных стран, в советское время, например, даже в школах для умственно отсталых детей, где как бы довольно медикализированная была такая схема отношений к детям, там среди диагнозов не было такого диагноза, как дислексия или дисграфия. То есть если вы действуете по определенной схеме, нереально не получить результат. То есть нужно там действительно очень грубые какие-то такие физические нарушения, допустим, там мозга, которые вам не позволят достичь этого результата. Но обычно с такими нарушениями дети, например, в вспомогательную школу, как правило, скорее всего, не попадали. Эта технология была сформулирована Петром Яковлевичем Гальперином, она называлась поэтапное формирование умственных действий. И там действительно было выработано пять шагов. И теоретически любое умственное действие можно было под эту технологию воспользоваться и его развить. И первый этап, самый важный, это ориентировочный этап. То есть ребенку некоторым образом должен быть... Ну не только ребенку, вы можете сами с собой проделать, ради бога. произвести то же самое действие и посмотреть, что получится. Должен быть предъявлен некоторый образец или идеальная схема, на которую вы ориентируетесь, когда вы это действие будете производить. Ну, чтобы там для простоты вот те же прописи, скажем, там есть нарисованная вот эта вот буква или крючок, или что-то там, которая служит ориентиром. К этому ориентиру предлагается некоторое действие, собственно, которое позволяет этого результата достичь. И при реализации этого действия необходимо его сопровождать звуковой инструкцией ребенку. До тех пор, пока он не почувствует уверенность в том, что он это делает нормально, затем как бы эта инструкция может быть перенесена там в речь для себя, опять-таки, до тех пор, пока он не почувствует, что она ему больше не нужна. Как правило, она естественным путем просто сворачивается и исчезает после этого. И действие считается сформированным, если на его производство вам не требуется дополнительного времени, чтобы вот вы берете и пишете. То есть если у вас есть более там, скажем, свежий опыт, я не знаю, там, если вы учились там водить машину, допустим, то вы, наверное, помните, как вы там в уме проговариваете все вот эти действия, прежде чем, ну, сколько там месяцев вы это делаете, а потом вы просто садитесь в машину и катитесь без всякой паузы, собственно говоря. И у вас не возникает вопросов, что делать сначала, что потом и так далее. Но прелесть этого метода была в том, что это касается не просто физических каких-то предметных действий. Вы можете это сделать с другими действиями. И следующая волна размышлений в эту сторону, ну, причем надо сказать, что вот начальная школа, и действительно обучение учителей начальных классов во многом строилось по этой схеме. И как бы вот эта часть обучения, она была довольно хорошо технологизирована. Если, может быть, кто из вас постарше, может быть, даже помнит, как в начальной школе вместе учителем-кором там что-то говорили, потом сами там себе говорили, потом про себя повторяли и так далее. К сожалению, вот все, что касается уже там более старших детей, более сложных процессов, оно в массовую школу не попало. Но оно где-то, начиная с 50-х годов, оказалось в разработке. И такие школы на самом деле были. И там были разные ответвления. И я бы остановилась на школе, которая получила название проблемного обучения, потому что вот эта школа, она была таким ярким практическим ответом на ту дискуссию, с которой вот мы начали разговор. То есть насколько важна природа в процессах развития. И надо сказать, что в советской психологии не все были такие оголтелые конструктивисты. И не все считали, что среда там это 101% гарантии того результата, который вы получите. Было довольно много умеренных теоретиков. И одним из таких теоретиков и тоже основателем такой довольно известной школы психологической является Сергей Леонидович Рубинштейн. И он, в общем, в каком-то смысле для него вот такая идея внешнего воздействия оказалась вульгарной. И крайне механистической. И он считал, что при этом игнорируется некоторое внутреннее состояние ребёнка. И какие-то там его задатки, и какие-то там просто состояния и так далее. То есть это, я думаю, что в глубине души он считал, что это, наверное, насилие, потому что ребёнок воспринимается как некоторый пассивный объект, на которого надевается вот эта схема каких-то там знаний, умений и навыков. И он считал, что как бы субъективная сторона, вот переживательная сторона, он сам такой был довольно склонный, как бы мы сейчас сказали, наверное, к такому экзистенциальному, скорее, философствованию, она игнорируется. И он говорил про то, что вот эта цитата, и Ильенков сам эту цитату приводит, поскольку вот цитата взята из статьи Ильенкова, потому что он считает, что это действительно очень сильный аргумент против той позиции, которую он защищает, против конструктивной позиции, что если я постоянно навязываю индивиду готовые какие-то алгоритмы действия, то с чего он будет вообще развиваться? Он будет как автомат воспроизводить и действия, которыми я его научу. И это, вообще говоря, коллизия на самом деле, довольно серьезная, и Ильенков ее признавал. И ответ его был такой, что хорошо, я это признаю, это сильный аргумент против нашей позиции, но наша позиция не состоит в том, что мы механически навязываем какой-то алгоритм. Наша позиция состоит в том, что мы создаем определенные условия, которые будут активизировать некоторые механизмы, включать и тренировать некоторые механизмы внутри индивида, которые позволят ему справляться с той ситуацией, проблемной ситуацией, которую педагог ему специально создает. Но она должна быть создана таким образом, чтобы ребенок сам для себя открыл тот алгоритм, который ему необходимо освоить. И, конечно, степень тогда владения и применения, и понимания, и вообще усвоение-освоение этого действия ментального, она на порядке круче, чем если просто пришел учитель, рассказал, как это делать, и заставил вас 20 раз повторить. Вы, конечно, автоматизируете это действие, но не факт, что в нужной ситуации вы поймете, что вам нужно его применить, скажем. И вот эта школа случилась, это была школа проблемного обучения, у истоков которой стояли Данил Борис Чельконин и Василий Васильевич Давыдов. И они тоже начали, надо сказать, с начальной школы, но их схема как бы продлилась и старше. И их идея состояла в том, что на самом деле уже в начальной школе ребенок способен осваивать некоторые достаточно сложные всякие умственные действия, которые ему расширят горизонт за пределы арифметики неоднократно. И у них была довольно интересная, если кому-то интересно, можно в сети есть статья Давыдова, скажем, которая посвящена обучению, как обучать алгебре в начальной школе. Вот там схема обучения была такая, что где-то с полгода дети вообще не учились считать, и с никакими цифрами дела не имели. Они имели дело с величинами, со сравнениями величин, с фигурами разного рода, с достаточно абстрактными такими вещами. И только после того, как они, собственно, осваивали идею отношений и взаимосвязи между объектами разных, скажем, размеров, допустим, или каких-то других количественных характеристик, только после этого им предъявлялись цифры, и они начинали считать. Но они начинали считать не потому, что это была арифметика, а они понимали, как бы вот этот количественный компонент цифр, в чём, собственно, смысл этих цифр состоит. И аналогично, но на самом деле, вот эта схема, она произведена была в логике той же гальпенецкой, то есть просто ориентировочное действие было выбрано другое, более сложное. Ориентировка была сразу на такие генерализованные отношения, и как бы действие умственное тренировалось уже сразу относительно другого ориентира. И надо сказать, что эта школа просуществовала некоторое количество лет, и не только в Москве. Школ проблемного обучения и энтузиастов, которые это делали, было по всей стране некоторое количество. Были известные школы в Харькове, в Сибири очень много было таких школ. Были проведены разного рода замеры и всякие другие вещи, которые показывали, что да, у детей успешность в решении разного рода задач, в смысле интеллектуального развития, она существенно выше, чем в обычной школе. Но в массовую школу это, к сожалению, так и не попало. И саму эту экспериментальную площадку в Москве в годы застоя, к сожалению, закрыли. А детей расформировали по московским школам. Там была интересная потом тоже история, что случилось с этими детьми, бедными в массовой школе. И там кто-то производил из родителей психологов, кто-то производил наблюдение, обнаружил, что у его ребенка случилось раздвоение. Потому что он, скажем, на уроке видел правильный ответ и считал, что учительница не права. И когда он несколько раз пытался возразить, он получал очень негативную реакцию. И тогда он стал чутко различать тот план, где нужно произвести ответ для учительницы, и тот план, где нужно произвести правильный ответ для себя, который его удовлетворяет. И он в параллельном состоянии существовал. И это, конечно, печальная история про то, что практика и школа, к сожалению, школа – это массовое производство. И это трагедия вообще всей педагогической науки. Есть масса чудесных педагогических экспериментов, которые базируются на том, что пока жив человек, или живая идеология, или какой-то коллектив, который заражен идеей, который с этой работой. Все это прекрасно. Как только это чуть-чуть в соседнем округе, 5 километров дальше, начинаются разные проблемы. О переводе в массовую школу на конвейер речь, как правило, вообще, к сожалению, не идет. Потому что здесь крайне велика роль учителя. Учитель – это массовая профессия, она результат массового производства. И вот с этой дилеммой весь мир до сих пор имеет дело, и она разрешается крайне тяжело. Но не крайне тяжело, то есть она разрешается в разных странах типа Финляндии. Просто создается такая ситуация, когда люди того уровня профессионального развития, для них эта сфера деятельности становится привлекательной по деньгам, по условиям работы и так далее. И тогда школа, да, может быть, массовая школа может иметь другое лицо. Но это требует неимоверной какой-то политической воли, средств и так далее. И нельзя сказать, что в Советском Союзе не было политической воли. Но это, на самом деле, в условиях огромной страны, это просто очень тяжелая задача. И в завершение хочу сказать, что Ильенков славился не просто своей конструктивистской позицией, а его позиция отличалась крайним радикализмом. И он знаменит такой статьей, которая была напечатана в сборнике, с чего начинается личность. И там была такая формула определения личности. Назвать личность равно талант плюс свобода. Это был на минутку какой-то 81-й, что ли, в таком роде. Или 79-й год, что-то. И он совершенно искренне считал, что каждый совершенно ребенок талантлив. И вот эта цитата, мне кажется, для нас сегодня интересна не просто тем, что в современном дискурсе, да, как бы это очень популярно. Давайте поддержим талантливых детей, всякие благотворительные акции. Давайте будем открывать школы для особо каких-то одаренных, им помогать. Потому что всем помочь нельзя, давайте выберем точечно, адресно, еще что-то. Мне кажется, что вот здесь есть еще момент, который, к сожалению, в советской педагогике и в той полемике он в таком широком дискурсе довольно активно вытеснялся. Вот если вы видите, здесь как бы талант находится на одном полюсе, а на другом полюсе находится идиотизм. Но мне кажется, потенциал вот подхода Ильенкова состоит в том, что если мы нормализуем талант или там исключительность какую-то на одном полюсе, то мы не можем игнорировать и не можем не нормализовать как бы и другой полюс. И в этом смысле все дети, которые раньше считались умственно отстающими, недоразвитыми или так далее, они тоже попадают в это расширенное представление о норме, и они тоже могут найти свое место и какой-то свой талант, который они могут развивать. То есть потенциально вот эта схема, она очень инклюзивная по отношению ко всем детям. И вот эта инклюзия, она состоит не в том, чтобы как бы всех нормализовать, усреднить и сказать там, а в том, чтобы наоборот всех абсолютно как бы индивидуализировать и сделать уникальными. Вот это такой как бы идеал, на мой взгляд, коммунистической совершенно инклюзии, когда развитие каждого является условием развития всех и по-другому как бы быть не может. И на этой, наверное, ноте я завершу. Продолжение следует...